Турецкий язык. Урок номер 39. Недостаточный глагол imek. Сегодня мы познакомимся с уникальным глаголом в турецком языке. Это недостаточный глагол imek. Этот глагол может писаться как отдельно со словами, так и слитно в виде аффикса. Он поэтому так и называется ek-fiil. Ek – это у нас аффикс, дополнение, и fiil – глагол. То есть у нас и аффикс, и глагол, или глагол в виде аффикса. Глагол этот обозначает состояние, или переводят как «быть», но не может быть использован самостоятельно. Он используется только как вспомогательный с другими словами. То есть сам по себе мы не можем его использовать. Этот глагол у нас имеет две функции. Первая функция – когда глагол imek присоединяется к именам, к любым словам, кроме глаголов, он выражает смысл «находиться в состоянии». И вторая его функция – когда он присоединяется к глаголам, то образует сложные времена глаголов. Этот глагол имеет три формы времени и одну форму наклонения. В широком времени глагол imek превращается в «дыр». В увиденном прошедшем времени у нас в форме «иди», в услышанном прошедшем времени – имич, и в условно-желательном наклонении – «исе». Если мы посмотрим второй, третий, четвертый пункт, то здесь все понятно. У нас глагол imek. Мы добавили аффикс увиденного прошедшего времени – «ды», и получилось – «иди». Добавили аффикс услышанного прошедшего времени и получили – имич, и аффикс условно-желательного наклонения – «се», и получилось – «исе». И вы спросите, а почему в широком времени у нас глагол imek превратился в «дыр»? И я вам скажу, что это для меня тоже загадка, потому что нигде, ни в какой литературе обучающей не объясняется, каким образом глагол imek в широком времени принимает форму «дыр». Просто это правило мы должны принять вот так и знать, что «дыр» – это на самом деле глагол imek в широком времени. В данном уроке мы рассмотрим первую функцию глагола imek, как он присоединяется к именам, кроме глаголов. А уже в следующем уроке мы рассмотрим, как при помощи этого глагола у нас образуются сложные времена. Первое – это у нас широкое время и форма «дыр». Эта форма глагола imek используется только слитно со словами в виде аффикса. То есть в этой форме он у нас только в виде аффикса добавляется к словам. Эта форма используется в качестве именного сказуемого для третьего лица, единственного и множественного числа, а также для усиления утверждения. Вообще аффикс «дыр» – это самый неоднозначный аффикс в турецком языке. Он даже начинается формироваться из глагола imek по непонятной логике, и его везде называют по-разному. Его называют аффиксом сказуемости третьего лица, аффиксом утвердительной модальности, аффикс, который придает предложению значение вероятности, предположения. И изучающим турецкий язык трудно понять, какую функцию выполняет этот аффикс. Так происходит потому, что этот аффикс может выполнять на самом деле много разных функций. Причем в большинстве своем этот аффикс почти не используется в разговорном турецком. Он просто опускается, то есть его не называют. Но так как этот аффикс можно часто встретить в прессе, в литературе, в деловой сфере, вы должны знать этот аффикс и его применение. Поэтому мы здесь его рассмотрим. Этот аффикс изменяется по гармонии гласных и имеет 8 вариантов. «дыр» – «тир» – «дур» – «дюр» и «тыр» – «тир» – «тур» – «тюр». Например, «ахмед» – «эритмендир» – «ахмед» – «учитель». Смотрите, в данном случае этот аффикс «дир» его можно взять за функцию в сказуемости для третьего лица единственного числа. Поэтому мы его применили. Например, если я говорю, что я учитель, я говорю «бен эритменим» – «я учитель». Но если я говорю, что он учитель, в данном случае «ахмед», то «ахмед» – «эритмендир». Также здесь можно этот аффикс взять за функцию «утверждение». Мы утверждаем, что «ахмед» у нас является учителем. Это глагол «иметь» – «быть» и в настоящем времени является «ахмед» – «эритмендир». «Ахмед» – «есть учитель» или «ахмед» является учителем. Можно воспринимать, как и в этой функции. Но так как мы говорили, что глагол «иметь» выражает у нас состояние, и в данном случае это у нас состояние широкого времени, потому что «дыр» – это глагол «иметь» в широком времени, по логике можем понимать так. Смотрите, «ахмед» – «эритмендир» – «учитель». Учитель в какой период? В широком времени учитель. То есть он является этим учителем всегда, постоянное время. Он и был учителем, и сейчас учитель, и будет учителем. В широком времени он является у нас учитель. Можно это воспринимать и вот так. Следующий пример. «БУ БИР КАЛЕМДИР» – «это ручка». Здесь точно такой же смысл. Или следующий пример. Как-то один из моих подписчиков в комментариях к видео спросил, как написать по-турецки предложение на русском «знание-сила». И вот мы можем это сказать, используя аффикс «дыр». В данном случае у нас он получился по гармонии «тюр». И «БИЛИМ ВЮЧТЮР» будет «знание-сила». У нас есть определение какое-то, и мы его утверждаем. Поэтому у нас здесь есть аффикс «дыр». «БИЛИМ ВЮЧТЮР». Или мы говорим «БУТИ ШОРТ КРМЫЗЫДР». Это футболка красная. То есть она красного цвета. Мы утверждаем, что она красного цвета. «О ДАЮКСЕКТЮР» – это гора высокая. Мы говорим это для того, чтобы усилить утверждение. «О ДАЮКСЕКТЮР» – это гора высокая. «Аслан ЧОК ДЕСУРДУР» – лев очень храбрый. Здесь то же самое для усиления утверждения. «БУЧОДЮКЛАР» – ЭТИ ДЕТИ УЧЕНИКИ. Мы говорим, что эти дети являются учениками. Вообще, этот аффикс несет в себе очень много функций и имеет разное использование и разное написание даже. Поэтому в этом уроке мы не будем сильно углубляться прям с аффиксом «ДЫР». Я для него сделаю отдельный урок, в котором подробно разберу все аспекты этого аффикса. А здесь мы только разберем настолько, насколько нам сейчас нужно это знать. Отрицательная форма с этим аффиксом создается при помощи отрицательной частицы «ДЕИЛЬ». Для того, чтобы нам сказать «Ахмед не учитель», мы говорим «Ахмед Эуретмен ДЕИЛЬДИР». Аффикс ставится в конце после слова «ДЕИЛЬ», точно так же, как если бы это было, например, «Бен Эуретменим», «Бен Эуретмен ДЕИЛИМ». Здесь как аффикс сказуемости, который я ставлю после слова «ДЕИЛЬ», точно так же аффикс «ДЫР», как аффикс третьего лица, единственное числа, ставится после частицы «ДЕИЛЬ». Или, например, «БУБИР КАЛЕМ ДЕИЛЬДИР». Это не ручка. «БИЛИМ ЮЧ ДЕИЛЬДИР». Знание не сила. И вопросительная форма «БУТИЩОРТ КЫРМЫЗЫМЫДЫР», «О, ДА, ЮКСЕКМЫДЫР», «АСЛАН ЧОК ДЕСУРМУДУР», «УЧОДЮКЛАР ОРЕНДЖИМЫДИЛЕР». Еще рассмотрим несколько нюансов аффикса «ДЫР». Присоединяясь к именам с существительным со значением времени, он образует отрезок времени, длящийся по настоящий момент. Например, «ЮЧ ГУНДЫР ХИЧ ЕМЕК ЕМЕДИМ». «Я уже три дня ничего не ел». У нас есть слово, которое имеет значение времени, это «ГЮНДЕНЬ». И когда мы добавляем к нему аффикс «ДЫР», у нас получается «ЮЧ ГЮНДЫР», это обозначает отрезок времени с какого-то времени по настоящее. То есть мы понимаем, что по настоящее время уже прошло три дня, и все эти три дня я ничего не ел. «Я уже три дня ничего не ел». Этот отрезок у нас является незаконченным. Он заканчивается где? На настоящем времени, на том, на котором мы сейчас находимся. Смотрите, если мы скажем без этого аффикса просто «ЮЧ ГЮНДЫР ХИЧ ЕМЕК ЕМЕДИМ», это значит, мы говорим, что когда-то, неизвестно когда, так случилось, что я три дня вообще ничего не ел. Но когда мы добавляем аффикс «ДЫР», это обозначает, что это время еще не закончился, этот период этого действия не закончился, и он продолжается по настоящее время. Вот такое смысловое наполнение дает этот аффикс. Или, например, «ИКИ ХАВТАДРШ ОН НАРДАН ДЖЕВАБ БЕКТЮРУС». Мы уже две недели ждем от них ответа. Это обозначает, что по сегодняшний момент прошло две недели, и вот мы до сих пор ждем от них ответа. «ИКИ ХАВТАДРШ ОН НАРДАН ДЖЕВАБ БЕКТЮРУС». Или еще «ЕЛАРДРШ БЕЗИ КАНДЫРЬОРЛАШ». «ЕЛАР» – это значит «года». «ЕЛАРДР» – это значит «годами». И по сегодняшнее время они нас обманывают. «ЕЛАРДР БЕЗИ КАНДЫРЬОРЛАШ». Ну вот, например, политики. «ЕЛАРДР БЕЗИ КАНДЫРЬОРЛАШ». Также рассмотрим применение аффикса «дыр» в сочетании со словами «вар» и «yok». Когда он так используется, он придает значение утверждения или вероятности. Как я говорил, этот аффикс имеет много функций, и сам по себе этот аффикс еще является и лицемером, потому что смотря в каком контексте он используется, смотря в каком предложении и с какой интонацией сказать это предложение, он может менять смысл предложения. Он может давать утверждение, категоричность или наоборот вероятность или предположение. И в особенности со словами «вар» и «yok» мы это можем четко увидеть. Например, «БУЗДОЛАБЫНДА ИЧЕДЕК ВАРДЫР». Если я говорю «БУЗДОЛАБЫНДА ИЧЕДЕК ВАР», это значит, я говорю, что в холодильнике есть напитки. Ну, человек спросил, а попить ничего нет? Я говорю, в холодильнике есть напитки. «БУЗДОЛАБЫНДА ИЧЕДЕК ВАРДЫР». Но если я скажу «БУЗДОЛАБЫНДА ИЧЕДЕК ВАРДЫР», добавлю это «дыр», то это может принять смысл, скорее всего. Что я говорю «Скорее всего в холодильнике должны быть напитки. БУЗДОЛАБЫНДА ИЧЕДЕК ВАРДЫР». То есть я не уверен, у меня появилось сомнение, но скорее всего, что есть. Или еще пример. «БУАДАМЫН ПАРАСЫЙОК». У этого человека нет денег. Но вот этот тур, то есть аффикс «дыр», придает вероятность. Мы проходим с собой, и я смотрю, что стоит человек, например, который просит деньги или как-то одет плохо. И я говорю, что я предполагаю, что «Смотри, у этого человека, скорее всего, нет денег». «БУАДАМЫН ПАРАСЫЙОКТУР». Вот это «йоктур» предполагает вероятность, что у него их нет. Потому что я точно не знаю, но я предполагаю. Но если такое применение, «ДЮНЬЯДА ИЧТИП ИНСАН ВАРДЫР». В мире существуют три типа людей. Вот здесь уже «вардыр», аффикс «дыр» мне категоричность моего утверждения придает, усиливает. То есть я не сомневаюсь и не говорю, что, вероятно, есть три типа людей. А я утверждаю. Я говорю «ДЮНЬЯДА ИЧТИП ИНСАН ВАРДЫР». В мире существует три типа людей. Вот здесь у нас уже идет утверждение. Теперь переходим к следующему времени. Это у нас «уведенное прошедшее время» и «ди». Эта форма глагола «имек» используется как слитно со словами в виде аффикса, так и отдельно. То есть можно как аффикс использовать, а можно отдельно как глагол «иди» использовать. Эта форма в большинстве случаев выражает состояние в прошлом времени, хотя не всегда. Мы посмотрим, например, «ДЮНЬЧОК ХАСТАЙДИМ». Переводится «Я вчера был болен». Этот глагол как дополнение придает смысл «был», то есть прошедшего времени. «ДЮНЬЧОК ХАСТАЙДИМ». Используется как у нас идет слово, потом идет глагол «иди», и потом добавляем личный аффикс. Или «ЭСКИДЕНЬ БУБИНА БИР МЮЗЕЙ ИДИ». Раньше «ЭСКИДЕНЬ». В старину раньше это здание было музеем. «ЭСКИДЕНЬ БУБИНА БИР МЮЗЕЙ ИДИ». Или «БУРОМАН БЕНИМ ЭНСЕВДИМ КИТАБ ИДИ». Этот роман был моей самой любимой книгой. Заметьте, что когда мы используем этот глагол отдельно от слов, то он у нас имеет всего один вариант и не изменяется по гармонии гласных. «САЛЫ ГЮНЮ ОН НАР СНАВДАЙДИЛЯР». Во вторник они были на экзамене. Здесь тоже добавляют «прошедшее время были». «ЭНЦЕ ДЕН ЧОК ЗЯНГИНИДИН». «Раньше ты был очень богатым». А теперь посмотрим, что получается, когда у нас этот глагол используется слитно со словами в виде аффекса. Тогда со словами, которые заканчиваются на звонкую согласную, у нас соблюдаются гармонии гласных, и получается аффикс «ДЫ, ДИ, ДУ, ДЮ». Если у нас последняя буква глухая согласная, то у нас аффикс «Ты, ДИ, ДУ и ДЮ». И если у нас слово заканчивается на гласную букву, то наша буковка «И» меняется на буковку «Е», и получается у нас четыре варианта. Это «ИДЫ, ИДИ, ИДУ и ИДЮ». Смотрите, предложение «ДЮНЧОК ХАСТА ИДИМ». Когда мы соединяем глагол в виде аффекса, получается «ДЮНЧОК ХАСТА ИДЫМ». То есть у нас глагол «ИДИ» превратился в аффикс, и он уже соблюдает гармонию гласных, и получается «ДЮНЧОК ХАСТА ИДЫМ». Или «ЭСКИДЕН БУБИНА ВИР МЮЗЕЙДИ». Здесь точно так же. «БУРОМАН БЕНИМ ЭНСЕВДИМ КИТАПТЫ». Как видите, там, где раздельно у нас было «КИТАП ИДИ», а здесь у нас «КИТАПТЫ». «САЛЫГЮНЮ ОНЛАР СНАВДАЙДЕЛАР». Где раздельно у нас было «СНАВДАЙДЕЛЕР», а «СЛИТАПТЫ» у нас «СНАВДАЙДЕЛАРС». «ЭНЦЕДЕН ЧОК ЗЕНГИНДИН». Использовать можно этот глагол как отдельно, так и вместе. Но в разговорном турецком языке очень часто используют это вместе. То есть раньше использовали всегда раздельно, но теперь в разговорной речи практически всегда используют этот глагол в виде аффикса и слитно со словами. Поэтому тоже привыкайте использовать слитно, но не забывайте, что можно использовать и отдельно. Если где-то вы будете встречать, вы должны понимать, что этот и аффикс, и глагол – это одно и то же. Возьмем еще несколько примеров с предложениями в отрицательной и в вопросительной форме. Например, «ГЕЧЕН ХАФТА ИЗЛЕДИМИС ФИЛЬМ ПЕК ГЮЗЕЛЬ ДЕЙЛДИ». Фильм, который мы смотрели на прошлой неделе, «ГЕЧЕН ХАФТА ИЗЛЕДИМИС ФИЛЬМ» был не очень хорошим. «ПЕК ГЮЗЕЛЬ ДЕЙЛДИ». Здесь точно так же, как и с формой на «дыр». Еще пример. «ГЕЧЕН СЕНЕ БУ ЭРЕНДЖИ БУ КАДАР ЧАЛЫШКАН ДЕЙЛДИ». В прошлом году «ГЕЧЕН СЕНЕ» – этот ученик, «БУ ЭРЕНДЖИ БУ КАДАР ЧАЛЫШКАН ДЕЙЛДИ». «Не был настолько старательным». «Ты где был вчера?» Если мы спрашиваем «Где ты сейчас?» Мы говорим «ДУН СЕН НЕРЕДЭСИН». Как видите, к слову «НЕРЕДЭ» тоже можно добавлять этот аффикс. И тогда получается «НЕГДЕ», а «ГДЕ БЫЛ». «ДУН СЕН НЕРЕДЭЙДИМ». «ЭВДЕ ДЕЙЛДИМ АРКАДАШИМЫН ЯНЫН ДАЙДЫМ». «Я был не дома». «ЭВДЕ ДЕЙЛДИМ». «АРКАДАШИМЫН ЯНЫН ДАЙДЫМ». «Я был у друга». Без этого глагола, смотрите, у нас будет «ЭВДЕ ДЕЙЛИМ». «АРКАДАШИМЫН ЯНЫН ДАЙМ». «Я не дома», «Я у друга». А при помощи этого глагола аффикса у нас получается «Я был не дома», «Я был у друга». «ЭВДЕ ДЕЙЛДИМ АРКАДАШИМЫН ЯНЫН ДАЙДЫМ». «Ключи от машины у тебя в кармане». Вот видите, бывают такие моменты, когда, несмотря на то, что мы используем аффикс увиденного прошедшего времени, на русский язык, когда мы переводим, у нас предложение получается как бы не в прошлом времени, а в настоящем. Мы спрашиваем просто у человека «Ключи от машины у тебя в кармане?» По-турецки смотрите, какая будет разница. Если я просто спрошу «АРАБААНАФТАРЫ ДЕБИН ДЕМИ», я у человека спрашиваю «Ключи от машины у тебя в кармане?» И я не знаю, в кармане они у тебя или не в кармане, просто спрашиваю на данный момент. Если же я спрашиваю «АРАБАНАФТАРЫ ДЕБИН ДЕМИ ИДИ», это значит, что я был свидетелем того, что у тебя были ключи от машины, и ты их положил в карман или еще куда-то. Я был свидетелем этого. И поэтому, например, мы с собой подходим к машине, и мне нужны ключи, которые у тебя в кармане. Я знаю, что они как бы там, и я спрашиваю у тебя, ключи от машины у тебя в кармане? Хочу, чтобы ты их из кармана достал и мне дал. То есть я эту ситуацию помню, и поэтому я спрашиваю арабана авторы дебиндемиди. Как бы я спрашиваю, что они были у тебя в кармане, но я хочу сейчас именно их получить. В русском языке мы просто переведем эту фразу, ключи от машины у тебя в кармане, и все. То есть по логике турецкого языка это используется в прошедшее время, но в русском языке, когда мы переводим, может быть без прошедшего времени. Поэтому я в самом начале и говорил, что в большинство своих случаях речь идет о прошедшем времени, но не всегда. Следующее предложение. Бурапору Хазырлаян Кимди. Кто подготовил этот отчет? Или прям дословно, если кто был подготовителем Хазырлаян. Рапору Хазырлаян, тот человек, который подготовил этот отчет. И кто он был, я спрашиваю. Бурапору Хазырлаян Кимди. Или сынав Наслды. Колаймыды Зормуйду. Каким был экзамен? Он был легким или сложным? Тоже в прошедшем времени мы это спрашиваем. И еще один пример. Асландабубасидбир экзерсис, амабунуяпмак колайдейльды. На самом деле это простое упражнение, но выполнить его было нелегко. Колайдейльды. Не было легко. Или было нелегко. В этом примере я хочу обратить ваше внимание на два похожих слова. Это слово басид и колай. Басид обозначает просто, колай легко. Это два слова очень похожи и часто есть ситуации, когда можно использовать и слово басид и слово колай. Но есть ситуации, где их нельзя замещать друг дружкой. У меня был такой казус, когда я разговаривал с одним тюркологом, турком, преподавателем в университете. Он сказал мне, ты неплохо разговариваешь на турецком языке. И я ответил ему, тюрче басид бердейль. Но это ему не пришло по душе. И он сказал, что так говорить неправильно. Можно сказать, тюрче колай бердейль. А говорить басид бердейль неправильно. В чем же разница? Басид это просто по форме или по структуре, по сути. То есть может быть простое предложение. Может быть простое какое-то действие. То есть действие на самом деле не сложное. Оно простое. Но вместе с этим оно может быть нелегким. И когда мы говорим, что турче басид бердейль, это обозначает, что турецкий язык простой в плане примитивный. Как бы небогатый, неглубокий. То есть такой простой язык. Простым языком может быть язык каких-нибудь аборигенов в Африке. Или еще где-то. То есть язык, который не развит. То есть он у них не развитый. Имеет, например, мало слов. Не развитые правила в этом языке. Вот это простой, примитивный язык. А слово колай обозначает легкий к применению. То есть язык может быть легкий для усваивания. Какое-то дело может быть легкое для выполнения. И поэтому, когда мы говорим колай турче. Или турче колай бердейль. Мы хотим сказать, что турецкий язык легок в обучении. В изучении. Ему легко научиться. Он не трудный язык. В турецком языке может быть правила какие-то могут быть простыми. Басит бир курал. Или басит курал лар. Грамматика турецкого может быть простая. Граммер басит. Но сам язык, он не может быть басит. И если не очень грамотные турки могут не различать эту разницу. То люди образованные это заметят. И это будет некрасиво. Поэтому запоминаем, никогда не говорим на турецкий язык, что это басит бирдиль. Можно говорить колай. Надеюсь, у меня получилось объяснить разницу в этих двух значениях. Давайте еще посмотрим несколько примеров предложений. Здесь аффикс в виде глагола имекта нам добавил смысл, что это качество у него было в прошлом. Альберт Эйнштейн был очень успешен в физике. Альберт Эйнштейн. Турки почему-то называют вот так. Альберт Эйнштейн, хотя пишут так, как в оригинале. Физик Аланенда в сфере физики. Чок башарлыды. Был очень успешен. Еще пример. Ветель буярышта херкестен хызлыды. Фетель был быстрее всех херкестен хызлыды в этой гонке. Бурярышта херкестен из всех хызлыды. Быстрый. Быстрый из всех, то есть быстрее всех. Ветель буярышта херкестен хызлыды. Пушкин халканчок севдИ бир шаирды. Пушкин был поэтом. Шаир поэт, шаирды, значит был поэтом. Халканчок севдИ, которого очень любил народ. Пушкин халканчок севдИ бир шаирды. Переходим в следующей форме. Это у нас услышанное прошедшее время и миш. Эта форма глагола также используется как слитно со словами в виде аффекса, так и отдельно. Эта форма выражает события, о котором вы услышали или узнали, а также может выражать предположение, удивление или сарказм. Эта форма может выражать прошедшее время, но в большинстве своем. Мы как раз таки используем не в прошедшем времени, а в настоящем или в широком времени. И это отличает форму и миш от глагольного аффекса миш. Например, «Оказывается, сегодня в Анкаре теплая погода». То есть мы от кого-то услышали, не были сами свидетелями и говорим, что «оказывается, сегодня в Анкаре теплая погода». Вот этот имиш добавляет как раз вот такой смысл, как бы со словом «оказывается». «Севги» — это у нас девушка или женщина. И мы говорим, что «севгенин дурму» состояние «севги», «амелиатан сонра» после операции, «гаэт» и «имиш» достаточно хорошее. Тоже нам кто-то сообщил эту новость, и мы эту же новость передаем кому-то со слов третьего человека. И поэтому здесь добавляем недостаточный глагол «имиш». Здесь точно такое же правило, как и в предыдущей форме с «иди». Недостаточный глагол может писаться отдельно от слова, но может писаться и слитно, и чаще всего так и используется. И в таких случаях, когда он присоединяется в виде аффикса к слову, если слово заканчивается на согласную, то мы используем аффиксы «мыш», «мищ», «муж» и «мющ». Если заканчивается на гласную, те же аффиксы, только у нас между добавляется еще буковка «е», такая соединительная. Например, «бен кючук кен чокщищ манмышим». Оказывается, что я в детстве был толстым. Я не был сам свидетелем этого, потому что я этого не могу помнить. Я тогда был маленький, и я уже забыл, какой я был в детстве. Но мне об этом может сказать мама, папа или кто-то, или я могу посмотреть на фотографию свою детскую и сказать «О, оказывается, я в детстве был толстым». «Аннем генчкен некадар гюзель мишсин». «Мама генчкен в молодости некадар гюзель мишсин». «Какая же ты была красивая». Здесь этот аффикс придает смысл удивления. Такой же пример. Я, возможно, увидел фотографии молодости своей мамы и говорю «Аннем генчкен некадар гюзель мишсин». Вот пример с сарказмом. «Чок оклы мишя, я псын бакалым». «Чок оклы мишя». Но он ведь у нас умный, умник. «Я псын бакалым». Ну пусть сделает. Вот здесь аффикс «мышь» добавил нам такой сарказм. «Чок оклы мишя, я псын бакалым». Пример с вопросом. «Он да пора в армой миш?» Здесь у нас этот аффикс добавляет предположение. Я у человека спрашиваю «А есть ли у него деньги?» Я не знаю точно, есть они его или нет. И вот я предполагаю и спрашиваю с таким предположением «Есть ли или нет?» «Он да пора в армой миш?» «Дюн кю мач?» «Зевкли деиль миш?» «Дюн кю мач?» «Вчерашний мач?» «Зевкли деиль миш?» «Не был увлекательным». Здесь мы говорим про событие, которое прошло у нас. Оно было в прошлом. Но мы не были свидетелем этого события. Мы тоже от кого-то услышали. Кто-то нам рассказал, что футбол был совсем не увлекательным. И я кому-то тоже это говорю. «Дюн кю мач?» «Зевкли деиль миш?» Что, оказывается, вчерашний мач не был никаким увлекательным. «Се не ара дым ама еринде деиль мишси?» Я тебя искал или я тебе звонил. По телефону тоже это глагол используется «аромак». Но ты не был на месте. «Ама еринде деиль мишси?» Если мы скажем «Се не ара дым ама еринде деиль дин?» Используем форму «иди». Это значит, что мы были свидетелем того, что тебя точно не было. И мы точно в этом убедились. Тогда мы используем «иди». Получается «Се не ара дым ама еринде деиль дин?» Если же мы говорим, это значит, что мы тебя искали или звонили, и, возможно, нам кто-то ответил, что тебя нет, но мы сами не убедились, но со слов чьих-то узнали, что тебя, оказывается, не было на месте. Емек это вообще еда, но турки очень часто вместо слова обед или на ужин просто говорят, что емек, это вот когда в любое время ты кушаешь, это называется емек, и поэтому это предложение можно перевести как на обеде или на ужине, был ли суп из чечевицы, здесь тоже такой вопрос с предположением, то есть я не знаю, был, нет, но я вот свое предположение как бы спрашиваю у друга. Еще вопрос. Такое предложение, которое совсем не часто используется, но это как бы я спрашиваю и с таким вероятностью, предположением спрашиваю у человека, а как, как бы на ваше мнение, мы старательны или нет? И здесь этот смысл никак не связан с прошедшим временем. Возьмем еще несколько примеров предложения. Вот здесь аффикс миш добавляет такое удивление. Буай, в этом месяце, фатуралары, щита, эдейджек киши, человек, который должен будет оплатить, бенмишим, оказывается это я. Я вот как бы с удивлением констатирую этот факт. Буай, фатуралары, эдейджек киши, бенмишим. Или еще пример. Анладымки, будюняда, аслында, хеп, я паял нызмышис. Я понял, анладымки, что по сути, аслында, мы всегда одиноки, хеп, я паял нызмышис. В этом мире. Будюняда. Здесь тоже, в принципе, к предложению можно смысл оказывается. То есть, случилось так, что я понял для себя. Анладымки, будюняда, аслында, хеп, я паял нызмышис. Или еще пример. Занятим дэн де оклы и мышцин. Занятмек, это значит предполагать, оклы и мышцин. Оказывается, ты умный. И здесь еще частица дэ добавляет нам слово даже, усиляет. Усиляет качество оклы и получается. Занятим дэн де оклы и мышцин. Ты оказался даже умнее, чем я думал. Это такое предположение с сарказмом. Следующий пример. Сиспарадан деиль юректен яна зенгин мишцинис. Вы богаты не деньгами, а сердцем. Или по-русски, может быть, говорят, богаты душой. Но в турецком языке сердце богатое. Здесь слово зенгин мишцинис переводится не то, что вы были богатыми, а оказывается, что вы богатые. И структура предложения. На самом деле вот так. Сиспарадан яна деиль, сис юректен яна зенгин мишцинис. Но это все сокращается. И поэтому пишется. Сиспарадан деиль юректен яна зенгин мишцинис. То есть слово яна идет и для юректен, и для парадан деиль. Ян это бог, сторона, и яна это значит в сторону. А парадан и юректен у нас стоят в исходном падеже. И получается, что от сердца в сторону, или от денег в сторону. То есть со стороны денег, или со стороны сердца. Это если дословно, а на русский мы переводим. Вы богаты не деньгами, а сердцем. Сиспарадан деиль юректен яна зенгин мишцинис. И рассмотрим последнюю форму. Это у нас условно-желательное наклонение. И добавляется недостаточный глагол и се. Эта форма глагола тоже используется как слитно со словами в виде аффикса, так и отдельно. Как форма иди и имищ. И эта форма выражает условность. Например. Если ты голодный. То есть это и се у нас как раз добавляет условность. Можно его воспринимать в виде слова если. Если ты голодный. Давай я тебе что-нибудь приготовлю. Или Если у тебя работа или какое-то твое дело сложное. Давай я помогу тебе. Здесь то же самое. Эта форма может писаться отдельно. Она у нас всегда будет и се. Не будет изменяться по гармонии гласных. И если мы хотим добавить к слову. Сказать слитно. То после согласной у нас будет аффикс са и се по гармонии гласных. А если у нас последняя буква в слове гласная. То добавляется еще соединительная буковка е. И получается и са и се. Например. Фазла калемин вар са. Бана верирмисин. Фазла калемин. Лишняя ручка. Вар са. Если у тебя есть. Бана верирмисин. Ты можешь мне ее дать. Бугун мюсаид дейлсен. Башка заман булушурус. Бугун сегодня. Мюсаид дейлсен. Если ты не свободен. Башка заман булушурус. Тогда увидимся или встретимся в другое время. Портакал олгун дейлсе. Портакал олгун дейлсе. Портакал олгун дейлсе. Портакал олгун дейлсе. О заман алма. Я нында паран варса. Бана бир чейберек ал. Я нында паран варса. Если возле тебя есть твои деньги. То есть если у тебя есть деньги с собой. Бана бир чейберек ал. Купи мне один чебурек. Соруларınız yoksa. Диер конуя geçelim. Соруларınız. Ваши вопросы yoksa. Если их нет. Если у вас нет вопросов. Диер конуя geçelim. Давайте перейдем к следующему вопросу. Или к следующей теме. Сен бурадайсан. Неден бене арамьюрсун? Сен бурадайсан. Если ты здесь. Неден бене арамьюрсун? Почему ты мне не звонишь? Ракип daha гучлюйся. Насл девушулюш? Ракип соперник. Даха гучлюйся. Если сильней тебя. Насл девушулюр. Как драться? Ракип daha гучлюйся. Насл девушулюр. Если соперник сильней тебя. Как драться? Сиз ойле хызлыйсан из. Я решал им о заман. Сиз ойле хызлыйсан из. Если вы такие быстрые. Я решал им о заман. Давайте тогда посоревнуемся. Думаю здесь все понятно. И примеры в предложениях. Я лныссан. Вечаря си сен. Хичкимсе. Аджимас бу девирде. Бу девирде. Это значит в наше время. Девирь это может быть век. Это может быть отрезок какого-то времени. Но так как мы говорим, что бу девирде. Отрезки этого времени или в этом веке. То можно перевести на русский язык как в наше время. Я лныссан. Если ты одинок. Вечаря си сен. И беспомощный. Хичкимсе. Аджимас. Никто тебя не пожалеет. Еще пример. Айны дюшунджедейсек. Буконуда. Бизедестек верен. Если мы одного мнения, то поддержите нас в этом вопросе. Айны дюшунджедейсек. Дюшунджей это мнение. Дюшунджеде. Значит пребывать в мнении. Находиться в мнении. Айны это одинаковое. И переводим на русский как айны дюшунджедейсек. Если мы одного мнения. Буконуда. В этом вопросе бизедестек верен. Дайте нам поддержку. Или на русский, то поддержите нас в этом вопросе. Еще пример. Буду и докторым доуруисе оннара дага ачачам. Если то, что я услышал правда, я подам на них в суд. Буду и докторым доуруисе. Если то, что я услышал правда, доуруисе. Если это правда. «Оннара дава очадям» – «я подам на них суд» или «я подам на них иск». «Дава очмак» по-турецки – это «подавать иск». Можем перевести на русский как «я подам на них суд» или «я подам на них иск». Смысл в том, что я обращусь в суд. «Сорулар зор де ильсе не ден букадар ялныща аптин?» «Сорулар зор де ильсе» – «если вопросы несложные?» «Не ден букадар ялныща аптин?» «Почему ты допустил столько ошибок?» «Сорулар зор де ильсе не ден букадар ялныща аптин?» И напоследок хочу рассказать вам про разницу между двумя глаголами. Это у нас есть глагол «олмак» – «быть», «становиться» и глагол «имек» – «быть», «находиться в состоянии». Эти глаголы немножко разные по смыслу. И очень часто новички, которые изучают турецкий язык, путают эти два глагола и применяют их не к месту. Самое главное, вы должны понимать, что «олмак» – это у нас «быть», но это у нас глагол, у нас есть действие. А вот глагол «имек» – это у нас недостаточный глагол, который не может употребляться сам по себе, потому что в нем нет действия. Он просто показывает состояние, но не выполняет никакого действия. Вот смотрите, например, «бен доктор Олдум» переводится как «я стал доктором». Не «я был доктором», а «я стал». То есть я закончил университет и стал доктором, или я устроился в больницу и стал доктором, неважно. А когда мы говорим «бен доктор Дум», это переводится как «я был доктором». Раньше я был доктором, сейчас я уже не доктор. Или еще пример – это самый такой распространенный, который сложно для понимания. «Бен Орада Олдум» – «я там был» или «я был там». И «Бен Орадайдым» – «я был там» или «я там был». Но есть разница. Когда мы говорим «бен Орада Олдум», это значит, что «я был там» в плане «я посетил», возможно, мероприятие какое-то. То есть я выполнил действие. А когда мы говорим «бен Орадайдым», обозначает, что «я там находился» как бы. Это вспомогательный глагол, нам говорит о состоянии. Состояние какое? Состояние, что «я там». Но с аффиксом «ды» получается, что «в прошедшем времени». «Я там в прошедшем времени», значит «я там был». Например, когда нам кто-то рассказывает и говорит «вот я, например, был в городе Бурса, поднимался на гору Улуда». И тогда я хочу сказать «я тоже там был». Тогда я говорю «бен Де Орада Олдум». То есть я тоже посетил, я тоже посещал то место, я тоже там был. Если же я скажу «бен Де Орадайдым», тогда человек подумает, что вы там находились тоже тогда, когда и он был. То есть когда я говорю «бен Орадайдым», я должен обязательно указать «когда». «Ики Илон Де Бен Де Орадайдым». «Два года назад я тоже там был». То здесь нужно обязательно тогда будет указать, в какой промежуток времени ваше состояние было там. Еще возьмем пару примеров, например, «бен Гюзель Олдум», «я стала красивой», «бен Гюзель Дим», «я была красивой». Или «бен Хаста Олдум», «я заболел», то есть «я стал больным», и «бен Хастай Дим», «я был болен», то есть «я болен, но в состоянии прошлого времени». Надеюсь, немножко прояснил. На этом урок закончен. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам понравился урок. До скорых встреч.